Летняя оздоровительная кампания в Вологодской области имеет в этом году свои особенности. Они связаны с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. В области сформирован реестр детских оздоровительных лагерей. И в этот реестр вошли те оздоровительные учреждения, которые готовы работать и принимать детей летом 2020 года. Это 427 учреждений, в том числе 18 загородных лагерей. Лагеря дневного пребывания сегодня работают в онлайн-режиме. Кроме того, учреждения дополнительного образования также сегодня работают дистанционно и проводят занятия по внеурочной деятельности детей. Особенность этого лета также проект «Вологодские каникулы». Он получил уже высокую оценку на федеральном уровне, ну а самое главное – востребован у детей. Проект «Вологодские каникулы» организован с 1 июня по 1 июля 2020 года. Около 20 учреждений сегодня организуют занятия в рамках этого проекта. И это не только образовательные учреждения. Это также учреждения культуры, физкультуры и спорта, вузы области, а также отдельные частные организации и некоммерческие организации. Если у нас будет третий этап снятия ограничительных мероприятий, вместе с этим откроются и загородные оздоровительные детские лагеря. Фактически сегодня все они готовы к работе. У нас уже часть договоров между родителями и загородными учреждениями заключены. Только вопрос в сроке открытия смены. Конечно, предъявляются и особые требования к загородным оздоровительным учреждениям этим летом. Но мы знаем об обычных требованиях. Это в соответствии с санитарно-эпидемическим требованиям и также требованиям пожарной безопасности. И практически все оздоровительные учреждения такие разрешения уже получили. И выполнили предписание Роспотребнадзора там, где это было необходимо. Теперь для открытия этих загородных учреждений нужно будет решение оперативного штаба соответствующего муниципального образования, акт приемки муниципальной комиссии по оздоровлению и отдыху. Но кроме того, у нас на территории Вологодской области разработан специальный чек-лист, который будет приложением к акту разрешения комиссии. В чек-листе есть такой пункт, как обеспечение полностью десредствами в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, присутствие рецирукуляторов воздуха в местах пользования общего, одновременный заезд и детей, и взрослого коллектива работников, и пребывание на территории оздоровительного учреждения в течение всей смены. То есть фактически это закрытый режим. Кроме того, заезд взрослых сопровождается их тестированием на отсутствие коронавирусной инфекции. Соответственно, закрытость предусматривает отсутствие родительских дней на период смены. Кроме того, количество детей также будет сокращено по сравнению с плановой, чтобы обеспечить социальное дистанцирование. Ну и ряд других требований, которые, конечно, должны быть для того, чтобы лагерь был открыт. Конечно, сегодня обсуждается вопрос уменьшения числа дней в смене, потому что если мы будем проводить смену не 21 день, а 14, во-первых, большее количество детей смогут отдохнуть, ведь у нас уже выпала первая смена, и хотелось бы, чтобы как можно больше детей смогли приехать. Ну и еще одна сторона вопроса. Понятно, что соблюдение всех этих требований, оно предусматривает и предполагает и дополнительные средства. Это все ложится, опять же, на стоимость путевки. И сегодня в правительстве области рассматривается вопрос об увеличении средней стоимости путевки, которая включена в постановление правительства области для соответствующей компенсации части стоимости путевки родителям, как бюджетникам, так и работающим в частных предприятиях. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok